Он не такой. Вы его не знаете. Это можно услышать от влюбленных в маньяков женщин. Серийным убийцам и насильникам пишут письма. За них выходят замуж. Вокруг них образуются целые культы. Поклонницы верят в их доброту и честность и даже иногда стараются оспорить заключение суда. Но что это? Наивность или отклонение? Давайте разбираться. А если вам нравятся наши видео по психологии, подписывайтесь на канал и ставьте лайк под этим роликом. Эфтон Бёртон была обычным подростком, пока благодаря школьному проекту не узнала о Чарльзе Мэнсоне. Про Мэнсона мы подробнее рассказываем в другом ролике. Поставь его в очередь на просмотр. Он был организатором секты семья, которая отличалась особой жестокостью. Именно они убили Шерон Тейт в ее собственном доме. Мэнсон находился на пожизненном заключении и ответил на письмо Эфтон. У них закрутился роман, и в СМИ сразу поднялся шум. Заключенный назвал девушку Стар, звезда, а она даже уехала жить в Калифорнию, чтобы быть поближе к любимому. Но вряд ли Мэнсона на самом деле можно было назвать лучшим мужчиной на свете. Что же это тогда было? Такую любовь психологи называют гибристофилией. Это сексуальное влечение к людям, которые совершили серьезные преступления. Ты совершил страшное преступление. Ты должен сидеть в тюрьме. Мелкой кражи для этого недостаточно. Речь идет о серийных убийцах и насильниках. Этот вид парафилии, нетипичного и опасного сексуального интереса, чаще затрагивает женщин. Но его причины до конца неизвестны. Большинство из нас от влюбленности в маньяка защищает мораль. Поэтому, согласно одной из гипотез, причиной гибристофилии может быть нормализация насилия. Это норма. Мораль иногда меняется под влиянием событий или обстоятельств. Человек может считать, что насилие по отношению к нему это плохо, но если оно не связано с ним напрямую, то уже не так страшно. А еще убийством часто приписывают какие-то особые смыслы. Вы наверняка слышали о тех, кто утверждал, что убийствами хотел очистить город или планету. И кому-то такое «очищение» уже не кажется аморальным. Ну что, пытаешься заглушить тревожку очередным видео о маньяках? Не мешай, смотри дальше. А когда досмотришь, заглядывай на платформу. Специально для тебя сделали саммари пять портретов маньяков глазами психолога. Послушаешь про Теда Банди и Джеффри Даммера, а потом спокойно спать пойдешь. Это не единственный True Crime видос на платформе. У нас там эксклюзивного контента на всю оставшуюся жизнь. Все то, чего нет на канале. Кстати, на платформе видео выходят раньше. Смотри с выключенным экраном или вообще без интернета. Удобнее, чем на Ютубе. И весь этот кайф за 300 рублей в месяц. По тесте первый месяц бесплатно с промокодом ТЮБ30. Все ссылки будут в описании. Так делал битцевский маньяк. Александр Печушкин сам определял, кто достоин жизни, а кто нет. Тех, кто не вписывался в его мировоззрение, Печушкин убивал. Суд признал его ограниченно вменяемым. Значит, критическое мышление он сохранил. В его случае жестокость была осознанным выбором. Но нашлись и те, кто его одобрил. Например, Наталья. Девушка с детства увлекалась маньяками, изучала истории серийных убийц и знала наизусть биографию Чикатило. Однажды она увидела по телевизору битцевского маньяка и написала ему. И уже во время переписки Наталья поняла, что влюбилась. Пара даже хотела пожениться. Значит ли это, что увлечение тру-краймом может перерасти в гибристофилию? Вовсе нет. Ведь популярность жанра прекрасно объясняет эволюция. Наш мозг очень любит фантазировать, но хорошо отграничивает реальность. Воображение мы можем примерить костюм не только эльфа, но и жертвы преступления. Мозг запоминает истории, чтобы иметь возможность вычислить маньяка и спастись от него. Подключается система вознаграждения. Посмотрел тру-крайм от интроверта, вот тебе дофаминовая булочка. Получается, что истории, которые должны наводить ужас, на самом деле расслабляют. Снижается уровень тревоги, появляется иллюзия безопасности. Но что должно происходить в жизни человека, чтобы он чувствовал себя в безопасности только после изучения биографии Чикатило? Вероятно, дело в детской травме, например, травме привязанности. Она может появиться, если с ребенком жестоко обращались или игнорировали его. У детей формируются ранние убеждения, которые сохраняются на всю жизнь. Так, если ребенка бьют, то насилие кажется ему нормальным, ведь мама и папа просто не могут быть плохими. И ребенок начинает считать, что заслуживает такое отношение. И надо просто потерпеть. Свадьба Эфтон Бертон и Чарльза Мэнсона так и не состоялась. От нее отказался сам Мэнсон, когда узнал, что Эфтон, по слухам, хотела продать его тело после смерти. Возможно, она мечтала прославиться. К серийным маньякам прикованы объективы камер и внимание общественности, а значит, тоже ждет и их возлюбленных. Хотеть внимания и восторга нормально, если это желание не выходит за рамки. Психологи выделяют три уровня таких рамок – нормальный, невротический и патологический. На нормальном уровне мы добиваемся успеха карьерными достижениями, творчеством или смешными шутками. На невротическом можем совершать экспрессивные и вызывающие поступки, но они остаются в рамках закона. А на патологическом – ради внимания – человек готов на все. Ради внимания на все готовы нарциссы. Они не только совершают активные действия, но и уверены в их правильности. Ведь кто, как не они, достоин звезд с неба. А выйти замуж за маньяка ради славы не такая уж и большая цена. Нарциссы импульсивны, а потому им одинаково легко как влюбить маньяков себя, так и стать им. А если к нарциссизму добавить психопатию и макевиализм, получится темная бинго. Его часто собирают убийцы и насильники. При этом психопаты обладают редким и завораживающим типом харизмы, главный прием которого – любовная бомбардировка. Это способ эмоциональной манипуляции, который они используют, чтобы завоевать жертву. Ее осыпают комплиментами, заставляют поверить в то, что она уникальна. Часто фигурирует фраза «Я никогда не видел таких, как ты». Сколько женских сердец растаяло от этих слов Джима Джонса, основателя секты Храм Народов. А если добавить к этому еще и внешность Ричарда Рамиреса, серийного убийцы по прозвищу Ночной Сталкер. Ричард Рамирес провел в камере смертников почти 24 года. Но все это время он с удовольствием общался со своими поклонницами. Рамирес был конвенциально привлекательным, вежливым и милым. Популярность пришла к нему благодаря эффекту ореола. Его еще называют галоэффектом. Из-за него мы можем формировать общее впечатление о чем-то по одной детали. Например, красивые люди иногда кажутся нам умными по умолчанию. Маньяки могут использовать галоэффект, чтобы заманивать жертв. Ведь когда приятный человек предлагает нам безумство, оно не кажется таким уж безумным. Этот же эффект сработал и у Владислава Рослякова. Керченский стрелок быстро набрал популярность, а в сети появилось множество фан-артов с ним. Рослякову не просто сострадали, он стал кумир. Больше всего им восхищались девочки и подростки, которые отмечали его внешние качества и трагическую судьбу. Среди поклонниц Рамиреса тоже были в основном молодые девушки. Он даже нашел жену. Дарин Лиой написала ему 75 писем и, по ее словам, знала его не так, как другие. Их брак длился семь лет, но Лиой ушла, когда генетическая экспертиза подтвердила, что Рамирес виновен в убийстве и изнасиловании девятилетней девочки. Гибристофилия могла давать зеленый свет на жестокость и насилие, но педофилия оказалась за гранью, а до этого их брак удерживался на когнитивной ошибке. Она называется ошибкой атрибуции. Вы тоже совершали ее, когда думали, я бы так ни за что не сделал. Эта ошибка помогает нам выстроить мысленную стену с теми, чьи поступки нам не нравятся. Так Дарин Лиой не нравились все, кто осуждал ее возлюбленного, поэтому она искренне верила, что с ней все будет иначе. У Натальи Пичушкиной был похожий опыт. Она рассказывала журналистам о своей алкогольной зависимости и безумной любви к битцевскому маньяку. Наталья даже говорила, что без него ей нечего делать в этом мире. Эта фраза говорит о слиянии, а это тревожный знак. Когда мы влюбляемся, мозг идет на хитрость. Чувствительность префронтальной коры мозга к дофамину снижается. Это значит, что человек на время перестает анализировать происходящее. Зато повышается чувствительность прилежащего ядра мозга, а оно ответственно за наслаждение моментом. Именно оно уговаривает нас на еще пять минут. Или предлагает игнорировать все звоночки, ведь быть любимым так приятно. Обычно со временем это проходит, но в некоторых случаях такое поведение сохраняется. Например, при зависимом расстройстве личности. Такие люди приравнивают одиночество к катастрофе и навязчиво стремятся быть рядом с сильным партнером, ведь только тогда появляется чувство безопасности. Добавим к этому щепотку искаженной морали и получим гибристофилию. Как и у любой девиации, у гибристофилии есть причины. Не все девушки, которые смотрят True Crime, пишут письма преступникам. Не все преступники обладают харизмой и завоевывают поклонников. Но иногда мысленные репетиции переходят в реальность. И тогда мы становимся свидетелями таких историй, как у Натальи Пичушкиной, Эфтон Бертон и Дарин Лерой. Часто и серийным убийцам, и влюбленным в них женщинам нужна психологическая помощь, как и миллионам людей с другими проблемами. И ты можешь стать тем, кто поможет хотя бы некоторым, если станешь психологом. Госдиплом, высокая зарплата и востребованная специальность после профессионального курса психолог у тебя будет все. Этот курс – университетская программа только без воды, занудных преподов и вечно горящих дедлайнов. Зато с видео по 20 минут и практикой. Сначала на других студентах, а потом на реальных клиентах. Смотри все подробности по ссылке в описании и забирай место на курсе. Их осталось всего пять. Субтитры создавал DimaTorzok